На встрече с общественниками и представителями маломобильной категории граждан Дмитрий получил поддержку и понимание. Пристройка и пандус к ней есть у каждого присутствовавшего на встрече колясочника, который живет в многоквартирном доме. Только вот с подобным сопротивлением со стороны соседей никто из них не сталкивался. Можем выехать в магазин, в аптеку, погулять. То есть мы независимы, мы никого не просим, мы ни на кого не напрягаем. Это просто жизненно необходимо. Поэтому я, Дмитрия, понимаю, когда я узнала в соцсетях его проблему, это просто затронуло нас, потому что это может быть и он, и я, и кто-то еще другой. На встрече группа поддержки приняла решение о коллективной помощи Евпаторийцу и уже начала действовать. У меня в руках обращение к главе республики с просьбой обратить внимание на проблему Дмитрия Павлова и помочь в ее решении. Собрали уже 20 подписей неравнодушных из города Саки. Впереди такая же процедура в Евпатории. Организаторы рассчитывают, что количество поддерживающих будет только расти. Ситуация из рук вон, конечно. Такая ситуация в нашем городе, я считаю, просто невозможная, потому что бы под эту пристройку приехали бы, я думаю, что все, 2000 колясок города Саки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!